Привет всем! Я Андрей Шевестов, а вы смотрите Оружие Ньюз. Те новости из оружейного мира, которые зацепили лично меня. Этот выпуск необычный, итоговый. Сегодня мы будем фиксировать результаты, делать выводы и даже немного заглянем в будущее. И попробуем представить, как все будет развиваться у нас на оружейном рынке в 2022 году. В этом выпуске кто выигрывает в номинации рекорд года? Кто лучше всех держит планку на российском оружейном рынке? Выберем лучшее ружье и даже раскроем секрет, какой бренд больше всего продается в сети Охотактив. В этом году на наше оружейное братство свалилось много событий. И практически все они со знаком минус. Трагические случаи повлекли новые ограничения и новые поправки закон об оружии. Новые санкции и в итоге новое будущее оружейного сообщества. В причинах этого реальные владельцы оружия не участвуют. Но при этом именно они чувствуют на своей шкуре любые изменения в первую очередь. Но были и положительные новости. Отдельного внимания заслуживает состоявшаяся в России оружейная выставка и даже первый оружейный фестиваль, который прошел в спортивном клубе Москва. Нам захотелось этот выпуск сделать особенным и отметить самые интересные результаты и события в оружейном мире за прошедший год. Все это по моей версии. Поэтому ваши дополнения и мнения буду ждать в комментариях. Давайте обсудим. Прорыв. Побит новый рекорд. Самые высокие показатели продаж. Такого объема российских патронов не продавалось начиная с 2016 года. Но есть одно но. Эти патроны поставили на американский рынок. Да-да, мы все, конечно, помним конец августа. Когда США объявили новые санкции в отношении импорта стрелкового оружия и боеприпасов к нему из России. Именно поэтому все наши патронные заводы, которые поставляют свою продукцию на Америку, схватились за голову. Это же крупнейший рынок сбыта. Да и мы, затеив дыхание, уже думали, как оперативно распределить все объемы наших патронных заводов, которые они начнут поставлять, выливать на внутренний российский рынок для нашего родного пользователя. Зря надеялись. По крайней мере, пока. Партнеры и коллеги успели получить разрешение на поставки до вступления в силу санкций. И еще два года будут, я уверен, бить рекорды поставок на американский рынок. И, как видим, что-то у них получилось придумать. Даже более того, Россия продала в США рекордный за 30 лет объем патронов. Только в октябре поставки составили 15 миллионов долларов, а за 10 месяцев этого года составили 157,9 миллионов долларов. К слову, за весь прошлый год российские производители поставили патронов всего на сумму 120 миллионов долларов. В общем, в номинации «Наш рекорд года» побеждают продуманные российские производители патронов. Аплодисменты! Конечно, следующий год войдет в историю нашего оружейного братства, как год, когда вступит в силу поправки законодательства об оружии. Да, в 2022 году многое будет по-другому. Мы уже не раз говорили и постоянно обсуждаем в комментариях, какие сложные и неоднозначные впоследствии ждут участников оружейного рынка. И, конечно, коснуться непосредственно конечного пользователя. Каждого охотника или просто любителя оружия. Мы всегда поднимаем эти вопросы на обсуждении, снимаем видео и, по мере возможности, пытаемся взаимодействовать с различными инстанциями. И вместе со своим оружейным братством и, в частности, Национальной оружейной ассоциацией, пытаемся хоть как-то повлиять, скорректировать некоторые пункты новых поправок закон. Вот и в номинации «Луч света в оружейном царстве» в этом году побеждает подписанное постановление правительства, в котором скорректированы требования к условиям хранения гражданского оружия. Первое и очень важное для всей розничной торговли оружием поправки говорит о том, что функционирующие КХО не подлежат обязательной переделке. В том числе после продления срока действия или переформатирования разрешения на хранение оружия. Переделать все под обновленные требования потребуется лишь в случае капитального ремонта КХО. Если бы после вступления в силу новых поправок этот пункт не исправили, то практически все магазины, осуществляющие продажу оружия, были бы вынуждены переделывать свои комнаты хранения оружия. Под новое правило, а это повлекло бы за собой значительные издержки и, как следствие, рост стоимости продукции. Только один бы этот пункт привел к закрытию десятков, если не сотен оружейных магазинов. Таким образом, уже существующие КХО будут работать в штатном режиме и, надеемся, количество магазинов будет становиться только больше. Какое ружье держит свою цену? Несмотря ни на что, всегда остается одним из лидеров продаж на российском рынке. Самое доступное ружье 2021 года это, конечно, Хацан H112. Его цена держится на отметке 22,990. Можете себе представить? Отличное ружье за такие деньги. Это, конечно, здорово. Основа этой модели прекрасно знакомый у нас в стране эскорт. Очень даже вкусная цена уже обеспечила Хацан H112 немало покупателей. И отзывы об этом охотничьем ружье очень хорошие. Поэтому за умение уверенно держать планку цены на российском рынке практически без повышения. Это достойно отдельной номинации. Планка года достается Хацан H112. Оружейные новинки – это такое особое направление и всегда вызывает повышенный интерес. Мне бы хотелось каждый месяц показывать и тестировать новое изделие. Но пока я могу это сделать только во сне. Итак, у нас номинация «Новинка года». И это изделие, которое вызвало повышенный интерес на выставке «Орел Экспо». Это травматический пистолет PM22T калибра 9 мм. Друзья, в этом году мы представляем на ваш суд нашу новую модель PM22T. Маленький, удобный, красивый. Прошу любить и жаловать. Это субкомпакт. Длина ствола 73,5 мм. Масса пистолета 570 грамм. Вместимость магазина 7 патронов. Эффективная дальность поражения при стрельбе патронов с резиновой пулей до 7 метров. У пистолета нет затворной задержки. Такое новое прочтение легендарного PM с его надежностью и популярностью, но совмещенное с интересным форм-фактором. Именно это и привлекает внимание. Думаю, у этого изделия есть большие шансы стать бестселлером травматического оружия. Что вы думаете по поводу этого изделия? Пишите в комментариях. Конечно, мы не могли не сделать номинацию «Производитель года». И здесь мне, конечно, хотелось бы долго выбирать, спорить и взвешивать заслуги разных заводов. Но, к сожалению, и заводов у нас совсем немного, да и информационные поводы, скажем прямо, в дефиците. Поэтому здесь безоговорочно побеждает «Техкрим». По всем показателям этот завод достоин того, чтобы о нем говорить. И вы, конечно, прекрасно с ним знакомы. Для начала скажу вам, что завод празднует в декабре памятную дату. Это 30 лет со дня основания. За это время они прошли нелегкий путь с нуля до лидерских позиций на российском рынке. Пережили даже пожар и по новой отстроились на новом месте. Огромный спектр производимой продукции завода – это и средства самообороны, и боеприпасы, и травматическое и охотничье оружие, и, конечно, спецсредства. Завод постоянно развивается, работает со своей аудиторией, откликается. Во многом это, конечно, заслуга руководителя – Олега Леонидовича Кузьменко, который не закрывается где-то в кабинетах, а работает публично и оказывает общее влияние на весь оружейный рынок. Плюс к этому завод постоянно выпускает новинки и делает различные производственные коллаборации. И вот буквально накануне записи этой программы они представили новое охотничье ружье на основе известного турецкого карабина компании «Ата Армс» – «Турква». Это ружье охотничье гладкоствольной модели ТК-503 калибра 3.66 «Магнум» со сверловкой «Парадокс». Ствол кованый, хромированный. Съемный магазин на 3,5 патронов. Масса 3,7 килограмм. Кто будет потребителем этой новинки, спросим непосредственно у Олега Кузьменко. Ну, в этом изделии, мне кажется, две новинки. Первая – это калибр 3.66 «Магнум», хотя о нем известно, но на наш взгляд это калибр, который настолько хорош для охотников нашей российской именно полосы. Что его никак нельзя допустить, чтобы он затерялся из-за вот этих последствий поправок к закону об оружии. И поэтому мы на его базе хотели бы и дать то, что нужно именно охотнику. В чем хорош калибр? Диаметр 9,8. Соответственно, масса от 7 грамм на этом калибре у нас уже много существует пуль и до 15-18 грамм. То есть охватывает весь диапазон. Энергетика вполне достаточная, но и не чрезмерная. И если сравнивать его, так скажем, с международными аналогами, ну, есть такой 375 «Голанд-Голанд». Считается, ну, самый хороший для охоты на крупных зверей, что у нас как раз в России, в общем-то, и есть. И для того, чтобы поддержать этот калибр, который сейчас существует в основном в полуавтоматическом изделии, это производство концерна на базе полуавтоматического оружия и, соответственно, это производство вятскополянского молота. Но вот с болтами здесь пока плоховато. Нам хотелось бы поддержать именно это охотничье классическое направление ружья. Тем самым дать в руки охотнику и хорошее, надежное, долговечное ружье, и хороший калибр для всех видов охот. Поэтому вот такая новинка, не то чтобы уж совсем новьё, но на наш взгляд очень достойная и хорошая машина. Ну и раз у меня есть такая возможность, очень хочется пожелать и поздравить и всех охотников, и всех спортсменов, которые пользуются оружием и патронами, чтобы у них всё в новом году было хорошо, настроение бодрое, здоровье отличное, ну и успехов во всех ваших начинаниях. Номинация патрон года называется так достаточно условно. На самом деле тут сразу три калибра. 345, 366 и 9,6 на 53. Вы, конечно, правильно догадались. Речь идёт о Ланкастере. Во-первых, потому что их продажи действительно на самом высоком уровне. Ну и во-вторых, потому что с введением новых поправок в оружейное законодательство его можно будет приобрести только после пятилетнего стажа владения гладким. Похоже, что это будет означать снижение интереса к этому калибру. Хотя, на мой взгляд, Ланкастер стал таким настоящим явлением нашей оружейной промышленности и прорывом последние десятилетия на российском гражданском рынке. Это дало сильный толчок к развитию и, конечно, мне очень жаль осознавать, что этот сегмент практически полностью потеряет спрос. Хотя я очень хочу ошибиться. Поэтому в этом году патрон года – это Ланкастер. А вдруг ещё всё поменяется? В номинации «Карабин года» мы выбрали первый карабин от Бинелли. В России он называется «Вайлд», а в Европе «Лупа», что по-итальянски означает «Волк». В основном компания Бинелли известна своим гладкоствольным оружием. Но итальянские оружейные мастера уже несколько лет осваивают рынок нарезного оружия. И этот карабин был действительно ожидаем всей публикой. Мы посетили официальную презентацию карабина в этом году. И я в числе первых тестировал и стрелял из него. Карабин сочетает в себе стальную затворную коробку и алюминиевое шасси. Свободно вывешенный ствол жёстко крепится к ствольной коробке. В России он поставляется в двух калибрах – 308 Вин и 30.06 Принфилд. Оружие от Бинелли получило среди российских охотников статус культового. И многим очень нравится. С именем бренда ассоциируется премиальное качество и самые передовые технологии. Этот болтовой карабин Бинелли Вайлд мне однозначно понравился. Такой практичный и удобный инструмент для добычи зверя. Какое ружьё стало ружьём года? Это интересный вопрос. Как мы это решили? Очень просто. Меньше всего нареканий и рекламаций, больше всего продаж. Короче говоря, хорошие, уверенные показатели и любовь потребителя. Вы, наверное, уже догадались. Да, конечно, это турецкий производитель АТА Армс и его бестселлер АТА Нео 12. Учитывая, что цены на премиальное оружие в наше время уже зашкаливают за сотню, и это как минимум повод взглянуть в сторону АТА Нео 12. Ружьё одно из самых лёгких в своём классе, но вместе с тем имеет комфортную отдачу. Ствол тут отличный. И добиться хорошего боя можно хоть дробью, хоть пулей. Это неудивительно, потому что компания АТА делает стволы для многих премиальных брендов. Что тут скажешь? Ружьё реально классное и надёжное. Уже настолько много поклонников этого бренда в России, что ежегодно компания проводит для них стрелковые соревнования. Кубок АТА Армс. А в этом году их было аж три. Недавно вышло обновление этого ружья. Называется Нео Икс. Обязательно интересуйтесь этой новинкой у себя в магазине. А мы пока вам покажем, как выглядит новая версия, уже ставшей популярной Нео 12, которую представили на Орёл Экспо. Новинка представлена от компании АТА Армс Нео Икс. 12-й калибр, высокая планка, присутствует вторая мушка. Она облегчает прицеливание на самом деле. Но это вы поймёте, когда оружие возьмёте в руки и увидите, как это работает. Дальше поменялась ствольная коробка. Присутствует подготовка под планку. А планка вивера у нас здесь будет. Ну и также присутствует классический ласточкин хвост под какие-то лёгкие прицельные приспособления. Также дополнительной опцией этого оружия является внешнее дульное сужение. Вот так креативно оно выглядит, взгляд в будущее. Оружейные блогеры – это вообще довольно новое явление. Но сейчас действительно стало появляться намного больше контента, стало публиковаться много видео с различных охот. И это на самом деле не может не радовать. Чем больше будет информационное поле, которое мы создаём, тем больше мы будем получать внимания к нашей общей оружейной теме. В этом году звание оружейного блогера года мы присуждаем Антону с канала «Контрольный спуск». Объясню почему. Потому что в этом году было много законотворческих введений, и нам требовалась постоянная расшифровка. Эту функцию взял на себя Антон. И на его канале постоянно выходят очень подробные разборы всех поправок. И даже поправок к поправкам. И вообще он делает хорошее, полезное дело, помогая нам всем разобраться. А это значит внимательно изучить, как всё написано и как это может трактоваться. Поэтому я считаю, Антон делает большое дело. И если честно, не могу не пожелать ему поменьше громких информационных оружейных поводов. Как ему удается оставаться объективным? Зачем он всё это делает? И что нас ждёт в следующем году? Спросим у него. А по поводу объективности, я хочу сказать, что год, конечно, был, безусловно, непростой. Но начался он хорошо. Во-первых, мы, если помните, отменили, получилось побороться с ситуацией, когда пытались запретить в вооружейных магазинах хранить опорты патронов, то есть что грозило патронам голодом, и отсутые продажи порт. Как бы была проблема, но и она была решена. И ещё был положительный большой момент – это то, что нормально разрешили пристрелку охоты в год. Это тоже можно, в принципе, на этот год записать, потому что это с 1 января появилось. То есть есть положительные изменения в вооружении законодательства. Главное в этой ситуации оставаться действительно объективным и не срываться на какие-то эмоции. Потому что, безусловно, первой эмоциональной реакцией, как это и случилось, являлось то, что давайте всё запретим. Мы с коллегами сели и подготовили специальный документ. Причём сделали это вдумчиво и серьёзно. Мы решили, что поскольку те изменения, которые в текущей ситуации вносятся в закон об оружии, делаются там вполне хаотично, неподготовленные, на самом деле не несут по большому счёту каких-то положительных изменений в плане безопасности и то, на что они направлены. Критикуешь – предлагай, правильно? Это самый главный подход в любой ситуации. Мы, соответственно, сели, мы опросили владельцев оружием. Я специально записывал и говорю, «Ребят, посылайте свои предложения. Что бы вы хотели увидеть в новом законе об оружии? Что нужно улучшить? Какие проблемы вы сталкивались?» Мы собрались эти предложения, мы их обработали, мы сами посидели, подумали и сделали. Вот один большой документ, именно как инициативу, которую мы, собственно, опубликовали на РОИБ. Я очень рекомендую всем владельцам оружия и тем, кому не безразлична ситуация с российским оружием оборотом, и просто не ознакомиться с этой инициативой. По моему мнению, следующий год будет решающим, потому что сейчас, как я говорил ранее, сложилась ситуация, когда есть какие-то действия со стороны властей и есть возможность какие-то действия провести нам. Если мы, вооруженное сообщество, проявим некую солидарность, проявим активность, проявим свою позицию, то есть шанс на то, что следующий год все-таки изменится ситуация с оружием оборотом и граждаться в лучшую сторону. Потому что если мы сейчас все промолчим и никак не будем реагировать на то, как пытаются закрутить гайки, как вы знаете, возможно, у нас с марта запретили стрелять с коллекционного оружия, уже те самые пресловутые поправки, которые с июля вступают в силу про 21 год, про административку на решение всего оружия вместо двух. Но если мы проявим эту самую активность, пусть даже, может быть, вам кажется, что это бесполезно, зачем бороться, все равно закрутить. Нет, ребят, бесполезность — это когда вы сидите на диване и говорите, как все плохо, и ничего поменять нельзя. Вот это 100%. Если так делать, ничего не изменится. Мы со своей стороны, как разработчики, это бросать не будем. Мы будем это поддерживать, продвигать и так далее. У нас есть все планы на это. Мы без вашей поддержки, мы не справимся. Поэтому перспективы 22 года зависят только от нас с вами. Проявляйте активность, и все будет хорошо. Всех обычно интересует вопрос, какой товар лучше всего продается. И вот мы выбрали самый быстрорастущий бренд по показателям за этот год. Им стал Ремингтон. Товары бренда Ремингтон показывают самую быструю динамику роста за прошедший год в сети Охотактив и других магазинов-партнеров по всей России. Возможно, именно позиционирование сыграло ключевую роль в такой тенденции роста. Так как те, кто приобретает продукцию, получается, выбирают топовое качество по реально доступной цене. Вещи и для города, и для леса. И потребитель голосует рублем. Вы знаете, я сам постоянно ношу этот бренд. И он мне реально нравится. Именно поэтому мы постоянно работаем. И я думаю, что Ремингтон завоюет еще не одно сердце в новом году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Подписывайтесь на официальный аккаунт Ремингтон в инстаграм. И вообще, отмечайте меня на своих фото в Ремингтон. И мы разыграем специальный приз от этой компании. На сегодня это почти все. Но есть кое-что еще. Я хочу поздравить вас с Новым Годом и сказать, держим пальцы скрещенными за 22-й. Чтобы у нас было меньше плохих новостей и побольше позитивных. Верим только в то, что все станет лучше. Что наше оружейное братство чего только не видело. Поэтому я знаю точно, мы справимся и с этим. Я вам желаю стабильности и побольше предсказуемости. Чтобы намеченные планы осуществлялись. И, конечно, удачи. Ведь без нее сегодня никуда. Побольше точных и поменьше в молоко. Ну, вы знаете. Короче, главное, чтобы было хорошее настроение и близкие рядом. Поздравляю вас с Новым 2022. И давайте вместе перезарядим отношения к людям с оружием. С праздником! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин